Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше завод. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина. Я приветствую слушателей. Говорю здравствуйте гостю в студии Роману Титову, вице-спикеру законодательного собрания и сопредседателю регионального отделения УНФ. Роман, добрый день. Добрый день. Давайте радоваться последним теплым денькам лета. И, надеюсь, сентябрь тоже не подкачает. И гривов успеем собрать, и урожай убрать. Поэтому всем, всем хорошей осени. Я думала, ты скажешь сейчас. Давайте радоваться последним хорошим известиям. Да, последнее известие. Владимир Путин порекомендовал не повышать пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а повысить только до 60. Мы сейчас к этой теме обратимся. Я напоминаю слушателям нашим, что вопросы гостю можно задавать на сайте хакирова.ру через форму анонсов. И вопросы там есть. Они касаются как раз пенсионного возраста. Сейчас мы их озвучим. Если у вас есть и другие вопросы, пожалуйста, туда. Ну и не забывайте заходить на наш сайт. В конце сегодняшнего дня запись особого мнения видео-аудио появится на сайте. Надеюсь, что в ближайшее время появится и расшифровка нашей беседы с Романом Титовым, вице-спикером ЗАГС Собрания. Ну, обращаемся к теме последних буквально там получаса-часа. Выступление Владимира Путина, оно анонсировалось накануне по поводу пенсионной реформы. Много прозвучало предложений, так скажем. Да, ну, сначала были обоснования, что нет у нас другого выхода, кроме как повысить пенсионный возраст. Ну и потом были такие смягчающие меры, как их называют. В частности, вот речь идет о том, что все-таки несправедливо для женщин повышать пенсионный возраст до 63 лет, сразу на 8, тогда как мужчинам повышают на 5. Как оцениваете и, собственно говоря, насколько ожидаемым было то, что Владимир Путин предлагает? Ну, давайте, наверное, я поговорю вначале не про сегодняшнее выступление президента, крайне важное, но это определенный итог работы, которая велась в последние месяцы, велась и, собственно говоря, оппозиционными партиями, их роль президент отметил, в то же время сделав акцент на то, что, ну, пиарятся все же избыточно, излишне, на то, что делали мы, мои коллеги из АКС, Абрайне, из Единой России. Мы последние месяцы проводили мероприятия, встречи с людьми, встречи по обсуждению корректировки параметров пенсионного законодательства. Порядка 30 региональных предложений ушло в Москву и в Федеральную Единой России, в администрации президента. В том числе, на самом деле, нам было отрадно услышать сегодня из Успрезидента то, что некоторые предложения, которые мы, кировчане, нарабатывали, были приняты. Какие именно? Мы говорили как раз о необходимости корректировки пенсионного возраста, срока выхода на пенсию, и здесь президент попал, собственно, в наши параметры, которые мы предлагали. А вы предлагали только для женщин или для мужчин с корректировкой тоже? Только для женщин, да. То есть мы не могли это предлагать в рамках рассмотрения законопроекта в первом чтении, поскольку первое чтение, оно, собственно говоря, речь идет о концептуальном одобрении или неодобрении. Поправки ко второму чтению принимаются, поэтому мы формулировали это именно через предложение. Шла речь о сохранении существующего пакета региональных льгот, и было приятно, что президент сегодня особо отметил роль региональных ЗАГС-собраний, которые этот вопрос поднимали. Мы, может быть, даже позже скажу, уже находимся на этапе подготовки региональных проектов законов, которые в сентябре будем рассматривать по корректировке наших местных законов, для того, чтобы с нынешнего возраста выхода на пенсию, с 55 и 60 лет для мужчин, с 55 лет для женщин, все существующие региональные льготы сохранились. То есть, чтобы они сохранились с этого возраста, а не с нового, повысившегося пенсионного возраста. Иначе они просто переедут туда автоматически. Да, потому что порядка в семи региональных законах о льготах, то есть, а это льготы, напомню, на лекарства, на транспорт, на ЖКХ, у нас идет привязка именно к параметрам, к срокам назначения социальных пенсий. Мы введем возрастной параметр, то есть 55 и 60. Закрепим эти цифры, и даст возможность людям за пять лет до выхода на пенсию эти льготы уже получать в полном объеме региональной. Это было решение, в том числе, федерального полицовета, и мы его намерены исполнить. Отдельно мы поднимали вопрос о необходимости предусматривания дополнительного, досрочного выхода на пенсию для ряда категорий граждан. В выступлении президент ряд таких категорий отметил, но по анализу наших юристов просто ряд этих льготных категорий, прописанный в федеральном законодательстве, а ряд в подзаконных актах, и они должны будут корректироваться уже решением правительства Российской Федерации. То есть это селяне, надеемся, что это будут педагоги, мы тоже готовим такие предложения. Врачи. Врачи, да, люди творческих профессий, потому что у нас работник культуры сегодня, мягко говоря, мало социально обеспечен. И по льготам для северян по досрочному выходу на пенсию тоже мы поддерживали, коллеги ездили в Москву, это предложение озвучивали. Но вот если кратко пробежаться по сегодняшнему выступлению, во-первых, мне кажется, президент действительно сегодня подвел итоги общественно-политической дискуссии по корректировке права интерпенсионной реформы за последние месяцы. То есть выступил в роли определенного нейтрального арбитра, но с правом на желтые и красные карточки. И сегодня желтая карточка была правительственному предложению о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, на 8 лет. Очень меня лично порадовало то, что в выступлении президента прозвучала речь, прозвучала о необходимости государственной поддержки, переобучения пенсионеров. То есть действительно будут тратиться государственные деньги на то, чтобы люди приобретали востребованные профессии. Это будет на государственном уровне организовано, как вам кажется? Или это все-таки для бизнеса хорошая ниша сейчас? Это будет на государственном уровне, но принять в этом участие могут не только центры занятости, но и коммерческие структуры, которые смогут стать получателями этих бюджетных средств. Еще один момент, который, мне кажется, важен для людей, это то, что президент озвучил необходимость защиты вплоть до уголовного преследования нерадивых работодателей, людей предпенсионного возраста, то есть за 5 лет до выхода на пенсию. Это дает возможности для спекуляции и для давления на бизнес, как мне кажется? Мне кажется, что пример иных стран мира, на которые мы любим ссылаться, те же Соединенные Штаты Америки, где действует закон, запрещающий увольнение людей пенсионного возраста, это наиболее социально защищенная категория граждан, люди имеют право работать, пока они сами не решат выйти на пенсию и говорить о том, что давление на бизнес, так никто не говорит. Это правило игры, которое принимают. Есть ли лазейки, которые позволят предпринимателю так или иначе либо уволить сотрудника пенсионного или предпенсионного возраста, либо снизить ему зарплату, либо существенно ухудшить условия его труда и сказать, что человек по состоянию здоровья не справляется? Это мы увидим в ходе внесения поправок, потому что те предложения, которые сегодня были озвучены, в конце выступления было сказано, будут поправки. Увидим поправки, увидим нормы, в которые вносятся эти изменения и увидим, собственно говоря, как будет реализовываться защита прав граждан. Конечно, эти опасения есть, но уверен, что и президент видит вот эти возможные обходные маневры и будут предусмотрены варианты оградить пенсионеров от таких посягательств. Роман, а тут вот тогда такой вопрос. Нет ли, может быть, необходимости какой-то как-то стимулировать тех работодателей, которые будут готовы поддерживать сотрудников предпенсионного возраста? И это ведь тоже звучало, насколько я помню, что речь идет не только о механизмах административного или уголовного преследования, но и через меры по стимулированию. Как стимулировать работодатели на сегодня, которые создают рабочие места для инвалидов? Увидим еще раз в итоговом законопроекте, конечно, такие меры нужны и на то, что одним административным давлением вопросы не решить. Обращали внимание представители Российского союза подручников-предпринимателей, в том числе, мы недавно запрашивали информацию и предложение по корректировке параметров пенсионного законодательства и у РСПП, и у ВТПП, и у фракций. РСПП обратили внимание на то, что одним загроченным гаек проблему не решить. Еще одно предложение, которое прозвучало сегодня, которое тоже, я так понимаю, будет оформлено в виде поправки в законопроект, это определенные льготы для женщин, для многодетных матерей, это важно, для всех нас, наверное, да? Если у женщины трое детей, раньше, по-моему, льготы касались только матерей пяти и более детей, да? Если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо, на четыре года раньше срока. Для женщин, у которых пять и более детей, все остается, как сейчас, смогут выходить на пенсию в 50 лет, сказал Владимир Путин. И вот сейчас возникает вопрос, девушки, которые готовы, может быть, стать мамами, наверняка задумаются о том, что не два ребенка, а трое, например, чтобы выйти на пенсию пораньше, а перед нами это ставит проблему строительства детских садов, строительства школ и всего остального тоже. Если вдруг это сильно повлияет на демографическую ситуацию. Ну, было бы хорошо, если бы это повлияло на демографическую ситуацию, потому что мы видим, что существующие механизмы стимулирования, то есть это мат-капитал, они работают. Сейчас региональный механизм у нас с Нового года заработает 5 тысяч ежемесячной доплаты за детей, там, второй и последующих, для того, чтобы они могли получать дошкольное образование, в том числе в коммерческом... Те, кому не досталось места в детских садах государственном. Да, те, кому не досталось места в детских садах, но мы видим, что все равно демографический спад определенный идет, то есть меры уже перестают работать на расширенный восприрост населения, возможно, вот эти новые предложения... Это простимулирует женщину рожать? Возможно, потому что, ну, вот очень важно, что это прозвучало, потому что роды и последующие воспитания ребенка, это такой же тяжелый труд. И, наверное, правильно, чтобы это все зачитывалось в стаж страховой, и чтобы женщины, воспитавшие энное количество детей, могли досрочно выходить на пенсию. Очень важное, своевременное и хорошее предложение. Надеюсь, там оно будет в законопроекте закреплено. Вот. Главное, чтобы место было в детском садике потом. Ну, здесь у меня своя точка зрения. Мы с вами до эфира обсуждали. Мне кажется, одним строительством детских садов мы проблему не решим, тем более постоянно необходим маневр. Идет спад по демографии. Вот эти детские сады, которые мы сейчас строим с огромными вложениями капитала, они через несколько лет могут быть недозаполнены, если мы не сумеем переломить падение по демографии. И здесь, наверное, нужны меры экономического стимулирования, возможно, даже регионального для владельцев некоммерческих дошкольных образовательных учреждений. Мы сегодня видим, что эта сфера зарегулирована, что практически невозможно получить лиценю на частный детский сад. Люди вынуждены регистрироваться под видами разных центров развития детских, кратковременного пребывания. Дефакто детский сад. Дайте возможность людям зарабатывать деньги и воспитывать чужих детей, заботиться о них, создавать семейные детские сады. Это разгрузит немалую часть государственных детских садиков. Особенно, если будет конкуренция на рынке и будет цена пребывания в детском саду падать. На региональном уровне что-то можно с этим сделать сейчас? Конечно, можно. Будет что-то делаться? Я очень надеюсь, потому что мы с коллегами из УНФ предлагали решения в этой сфере еще год назад, но пока можно констатировать, что их пока нет. То есть мы пока увлекаемся масштабным строительством. Угу. Раман Титов, вице-спикер законодательного собрания, сопредседатель регионального отделения УНФ в нашей студии. Впереди небольшая пауза и вернемся. Особое мнение на 101FM Раман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания в нашей студии. Мы продолжаем. Вот буквально последний вопрос по пенсионной реформе. Вопрос нашего сайта от слушателя Анатолия Сугробова. Раман, как вы голосовали по вопросу поддержки повышения пенсионного возраста и почему? Ну, видимо, речь идет об обсуждении законопроекта о пенсионной реформе, том, которое шло в законодательном собрании у нас. Я голосовал в поддержку, концептуальную поддержку федерального законопроекта о корректировке параметров пенсионного законодательства именно по тем же причинам, которые сегодня озвучил президент. Это необходимость признания того, что существующая пенсионная система не может дальше присутствующей демографии, присутствующей нагрузки на работника быть эффективной, в том числе в плане индексации пенсии, в плане роста доходов пенсионеров. Очевидно, что сегодняшняя пенсия недостаточно. И этот вопрос и оппозиции в том числе поднимает. Мы получили недавно предложение от коммунистов, которые предлагают определенные параметры закрепить. Я эти предложения в значительной мере поддерживаю. Но если мы можем не обращать внимания на то, что у нас сегодня уже в Кировской области практически один работающий на одного пенсионера приходится. Мы можем не обращать внимания на то, что у нас сто тысяч граждан, которые никогда не работали или получали теневые доходы и потом претендуют на получение пенсии. Мы можем игнорировать, как врач может игнорировать то, что у пациента рак. Но, на мой взгляд, игнорировать неправильно. Надо признавать наличие проблем и лечить в том числе хирургии. Поэтому я в первом чтении голосовал за этот проект закона. Но, напомню, мы голосовали за проект постановления регионального законодательного собрания, в котором было прописано порядка десяти дополнительных параметров, которые мы требовали в том числе от депутатов Госдум. И сейчас мы будем вносить свои поправки, которые мы собрали и от представителей оппозиционных фракций, и от представителей союзов промышленников. Будем корректировать это пенсионное законодательство. Еще раз, коллеги, хочу сказать, как сегодня президент сказал, это решение болезненное, его никто не может поддерживать, так вот, по доброй воле, но иначе мы дальше просто двигаться не можем. Настало время решения принимать. Именно поэтому я за. Еще все-таки два вопроса. Вот ваш коллега по законодательному собранию Федор Сураев считает, что те поправки, которые сегодня были озвучены Владимиром Путиным, были бы невозможны, если бы не активность людей и оппозиционных, в том числе политических сил, которые выводили людей на митинги, так ли это на ваш взгляд, как вам кажется? И второй вопрос, есть ли необходимость в референдуме по повышению пенсионного возраста, который то ли будет, то ли нет? Вот я сторонник другого подхода. Можно выводить людей на митинги, мы потом получали резолюцию этих митингов, там, ну, за все хорошее против всего плохого. Это сыграло свою роль? Какое решение орган госвласти должен принять по итогам получения резолюции митинга, где про все написано? Вот не мой подход. Можно формулировать предложение, кстати, отметим, Федор Васильевич Сураев, точнее, фракция, которую он возглавляет, Справедливая Россия, внесла определенный пакет поправок в региональное законодательное собрание, которое мы в сентябре будем рассматривать. Среди них есть, на мой взгляд, идельные поправки. Вот это вариант, который, там, ранее, возможно, они отправляли материалы в Государственную Думу через Миронова. Вот такой формат, он действительно решает проблем. Формат сбора информации, формат митингов, ну, не знаю, вряд ли. Референдум? Референдум, ну, мне кажется, те, кто громче всего говорили про референдум, это коммунисты, они, все подготовительные мероприятия по проведению референдума в Российской Федерации провалили. У них минимальное количество инициативных групп зарегистрировано, хаоса не разбериха. Поэтому вопрос же не в референдуме, а вопрос в том, как его провести. У нас все прописано в Конституции, в законодательстве о выборах, и путь непростой, который коллеги из КПРФ, по-моему, преодолеть не сумеют. Сейчас какая-то протестная активность в отношении повышения пенсионного возраста пойдет на спад или продолжится? Потому что на сентябрь были запланированы у разных политических и профессиональных сил. Вот профсоюзы, например, 2 сентября собираются на митинг. Разные были акции запланированы. Будут ли они? Профсоюзы, уж если отметить недавнее слушание в Госдуме, Шмаков как раз выступил против проведения референдума. Профсоюзы отправили в Госдуму большой дельный пакет предложений по критировке закона проекта. Поэтому, я думаю, именно это сыграет роль акции. Но, наверное, они будут. Потому что, как сегодня отметил президент, многие оппозиционные партии предпочитают пиариться на собственно говоря, на этой инициативе набирать все политические очки. И главное, чтобы они не перешли определенную красную линию, на мой взгляд. Хорошо. Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания в нашей студии. Мы продолжаем. Ну, сейчас, наверное, к кировской теме все-таки переходим. Тема касается тоже каждого из нас. Да, это тема вывоза мусора и, простите, пожалуйста, бардака все-таки на контейнерных площадках. Хорошее слово абсолютно соответствует тому, что происходит. Не очень понятно вообще на самом деле. Очень активно стало это все обсуждаться и на уровне администрации города, и даже на уровне чуть ли там не правительства области, общественных организаций, активистов общественных, кировских. Почему-то с мая месяца как-то вот странная ситуация изменилась. Вроде жителей в Кирове не стало больше в два раза, а на контейнерных площадках завал и мусор все. Вот эти горы растут, растут, растут. Раньше не было такого. С чем это связано? Здесь целая цепочка последовательных событий. То есть в начале года у нас повысился тариф на захоронение мусора. Повысился он обоснованно и на 80% фактически это повышение было за счет как раз федеральной составляющей платы за негативное воздействие. То есть не мы ее придумали, но в тариф ее включили собственно говоря только с этого года. Плату-то повысили, а вот плату за содержание общего имущества, которую граждан собирают управляющая компания, ее не повысили. Она как была в среднем 17 рублей с квадратного метра, так и осталась. Ну и смысла, наверное, нет сейчас ее повышать, учитывая, что... Нет, ее повысили. А, ее повысили все-таки. Ее повысили весной. То есть управующие компании после Нового года собрались в город администрации и сказали... Но это для муниципальных, насколько я помню, для муниципального жилья. Нет, это плата, которой руководствуются все управляющие компании, когда исчисляют плату за содержание вот общего имущества. Как же они могут повысить без решения общего собрания? Это параметр, который город принимает. Городская администрация принимает нормативные акты и закрепляет эту плату. То есть вот в начале года был мусорный коллапс. Мы увидели, да? Потому что тариф для управляющей компании вырос, а плата за содержание с граждан в пользу управляющей компании не выросла. То есть управляющие компании были вынуждены экономить на вывозе снега, на очистке дворов, на частоте вывоза мусора и количестве контейнеров, чтобы хоть как-то сохранить рентабельность. Их услышали. Плату за содержание общего имущества повысили. Тариф за захоронение ТБО уменьшили. За счет того, что плата за негативку уменьшилась решением федеральных органов власти. Но, видимо, кому-то понравилось. Потому что я встречался и с представителями управляющей компании, и с представителями семи организаций, которые занимаются сбором вывоза мусора в городе Кирове. Это конкурентный рынок. И здесь нахожусь всецело на стороне компании, которая как раз работает на этом рынке. Потому что, по большому счету, ответственность за своевременный вывоз мусора, за то, что во дворе было чисто, на контейнер-площадке было чисто, паков было столько, сколько надо, донесут управляющие компании. У них в договорах управления это либо прописано, либо по умолчанию. Если они не прописали, согласно жилищному кодексу, они за это отвечают. Что они делают? Уменьшают количество вывозов мусора в неделю. И образуется там, значит, вокруг баков куча невывезенного мусора. Уменьшают количество контейнеров. Та же самая получается? Та же самая получается ситуация. Но деньги-то они собирают с населения в полном объеме. Куда эти деньги идут? На какие-то другие нужды. И поэтому я здесь полностью поддерживаю политику городских властей, что здесь пора гайки закрутить. И жилинспекции, которая вообще-то должна отвечать за надзор в сфере изобретения жилищного законодательства, надо устраивать рейды совместно со мной созданными в городе административными комиссиями. Нарушаются условия управления многоквартирным домом. В интересах жильцов подавать в суд несколько выигранных судебных исков это лишение управляющей компании лицензии. В принципе, и жильцы сами, если уж это не совсем бедовый дом, который никто не хочет брать в управление, они имеют право общим собранием отказаться от услуг прежней управляющей компании и перейти к тем, кто будет их дом бегут несколько управляющих компаний, выбрать из них лучшую вот не всегда люди смогут. Но это право людей. Я, наверное, право им советовать, но я, слава богу, живу в доме, где управляющая компания сама и мусор собирает и его вывозит и обслуживает наш дом. И у нас никаких проблем нет. Мы платим столько, сколько все остальные. Это компания у вас добросовестная. Потому что им самим у себя красть смысла нет. Они отвечают за этот дом, они же вывозят мусор, во всех цепочках они зарабатывают. То есть у меня вопрос, конечно, к городадминистрации может быть в другом плане. Я ежедневно езжу через вересники, обслуживание которых осуществляет управляющая компания, которая находится в управлении муниципалитета, либо доли у них есть муниципального имущества. Давайте уже назовем. Та же Ленинская управляющая компания, УЖХ. Да? То есть вот они-то почему заказывают меньше контейнеров? Они-то почему не платят за вывоз? Я думаю, что управленческие решения должны последовать незамедлительно, при том, вот разбора полета. это смена руководства? Ну, как минимум, да. И смена механизмов управления, потому что, ну, все простить можно, но когда муниципальная компания занимается тем, чем занимаются недобросовестные коммерсанты, ну, это уже ни в какие ворота не лезет, на мой взгляд. так, у нас до января остается, на самом деле, совсем немного времени. С января, я так понимаю, у нас вступает в силу новая схема оплаты за вывоз мусора, будет к концу года известен тариф. Мы можем спрогнозировать, не вызовет ли это каких-то еще коллапсов на рынке вывоза мусора в городе? В Кирове предположу, что нет. Будут проблемы, наверное, в районах в плане организации, в плане перехода. Уже сейчас понятно, что тариф будет не таким, как даже мы весной говорили, потому что, опять же, плата за негативку сильно уменьшилась, и тариф будет снижен, и слава богу. Можем спрогнозировать примерно? Пока нет. То есть, любой прогноз, он будет не благоприятие. Ну, тот предельно допустимый параметр, который у нас... 156 рублей. Вот его уже не будет, понятное дело. И очень сильно его не будет. Негативка уходит. Да, проблемы будут. Будет главная проблема перехода, вот этого переходного этапа, когда управляющие компании уже перестанут за это отвечать и перестанут собирать в объеме платы за содержание, плату за вывоз мусора. А организации будут заключать договоры напрямую с гражданами. То есть, вот чтобы этот этап прошел без сучка, без задоринки, мне кажется, совещание по этой теме в городе администрации должны быть традиционными и, наверное, еженедельными. И уже должны начинаться? Они уже должны полгода идти, наверное. Ага, понятно. А идут? Ну, не с такой периодичностью, как хотелось бы. Понятно. Роман Титов, вице-спикер областного ЗАГСа Брани, сопредседатель регионального отделения УНФ в нашей студии. Сделаем небольшой перерыв на рекламу и вернемся. Особое мнение на 101FM Да, это программа «Особое мнение». Мы продолжаем выслушивать особое мнение Романа Титова, вице-спикера ЗАГС Собрания, сопредседателя регионального отделения УНФ. Очередная тоже такая реформа, которую нам, не хочу говорить, грозят, но которую нам предрекает и которая наверняка понравится не всем. Реформа в сфере городского транспорта, схеме движения транспорта, в том числе общественного схема остановок, новые парковки, новые правила парковки. Вот как вам кажется, Роман, есть определенные здравые предложения, но есть какие-то вещи, которые мне кажутся невыполнимыми совершенно в перспективе может быть ближайших 10-15 лет. В частности, я не знаю, как можно стимулировать общественный транспорт. В Кирове работать до 11-ти, до 12-ти часов ночи, так чтобы все желающие могли уехать на нем а не на своей машине. Из-за отсутствия пассажиропотока в ночное время эта мера будет неэффективна. У нас другой ритм жизни, в отличие от Москвы. У нас вечером людей на улицах практически нет. Поэтому можно, конечно, заставить и до часу ночи ездить, просто кто будет ездить, как это будет окупаться. Ведь если маршрут будет не наполненный, но он будет ездить, будет плата за выпадающие доходы, будет нагрузка на бюджет. У меня, знаете, вопрос, наверное, в том, что не так эти изменения надо доводить до населения, как у нас происходит. Вот за последнее время целый ряд странных ситуаций, информационно странных. Вдруг у нас улица Герцена становится двусторонней в районе примыкания к улице Ленина. Меня там вчера чуть не убили, потому что я-то знаю, что она двусторонняя, соответственно, с улицы Ленина туда заезжаю, мне в лоб едет Туарег, там сигналище всеми мысленными приборами и кулаками, значит, и он пытается через мою полосу. Который еще думает, что она односторонняя, да? Но это еще вишенки по сравнению с тем, что сейчас происходит на улице с Паской, которая, кто-нибудь знает про это или нет, вдруг внезапно стала двусторонней на участке художественного музея. Там знак одностороннего движения завешан мусорным пакетом, а двигаться можно теперь выезжать и на улицу Карла Маркса. Да, это решение временное, как я узнал в связи с ремонтными работами, но где горожане, горожане про это узнают. Также точно, как мы узнаем о грядущих изменениях и о том, что уже сейчас заказ будет на формирование какой-то транспортной стратегии города Кирова, мы узнаем не из уст городоначальников, на пресс-конференции, которые освещают все кировские СМИ, узнаем на уважаемых популярных сайтах, но из уст, мягко говоря, рядового чиновника, который отвечает за дорожное хозяйство. Ну почему рядового? Не рядового руководителя все-таки? У него не статус замглавы или главы администрации города Кирова. То есть эти решения, которые касаются значительной части населения города Кирова, должны обсуждаться и озвучиваться этому населению. Вот вспомните, какая ситуация у нас была в 2013-2014 году. Тогда господин Дран у нас тоже озвучил планы по реформе. Мы разорвем автобусные маршруты, значит, чтобы они не были беспересадочными, значит, они будут пересадочными, заказали целое исследование. ВИАДГУ это исследование провело, определило эту стратегию, где она, как она реализована, реализована ли она. Еще один вопрос. А как эта вот новая стратегия, которую сейчас будут разрабатывать какие-то иногородние урбанисты, как она увязана с генпланом города Кирова? Куда у нас город Киров будет расти? Как у нас будет развиваться общественный транспорт в связи с ростом города Кирова? Ответов на эти вопросы нет. Плюс, вот мой личный взгляд автомобилиста, не надо заниматься, как было озвучено в этом информационном сообщении со стороны господина Гутнова, не надо заниматься организацией новых односторонних улиц, тем более вы старые, это уже как бы тут отказываетесь от односторонности, потому что у нас проблемы с пробками не в центре города. Все места пробок это путепроводы, все имеющиеся путепроводы, ОЦМ Московская, Воровского, Щорса, у нас проблемы с переездами на авиации, где пробка возникает, там вроде какие-то решения есть, но пусть вначале их реализуют, и это светофоры существующие, проблемные, их в Кирове все знают, эти светофоры, это Тимирязева, это Блюхера, это ряд других на улице. Что касается светофора, в 2013 году еще была разработана по заказу администрации города стратегия интеллектуального управления работой светофоров на основании анализа информации от камер дорожного слежения и регулирования времени горения зеленого там. Она используется? Нет. Почему? А потому что дальше проектных работ дело не пошло. Где эта стратегия, ну, большой вопрос. Хорошо. По путепроводам тоже работы никакой нет. Так вот, этим надо заниматься, а не прятать провода под улицы, ликвидировать парковки и организовывать новые односторонние движения. Не здесь проблема. Все-таки, вот, отдельно я заострю внимание на использование личного и общественного транспорта в том, что касается центра города. Понятно, пробок нет, логистика, ладно, пусть личный транспорт, автотранспорт не так сильно влияет на загруженность улиц в центре города. Но припаркованный транспорт влияет? Конечно, Припаркованный транспорт в центре города? Влияет. В эту сторону думают как раз в дирекции дорожного хозяйства, когда говорят, что мы пересадим всех на общественный транспорт, а личный пусть стоит где-нибудь там, где-нибудь на окраинах и используется раз в неделю. где будет стоять личный транспорт, если у нас нормативы по парковочным местам со стройщиками не соблюдаются? Поэтому люди и ставят долю Октябрьского проспекта. Создайте на имеющихся территориях муниципальной земли отсекающей парковки. Они есть? Или они уже все распроданы за стройщиком? А у нас есть коммерческие парковки, которые, наверное, находятся в аренде, которые, наверное, договоры аренды можно пересмотреть и использовать их для создания муниципальных парковок. Получается деньги. Мы сейчас о каком объекте говорим? Где коммерческие парковки? Участки на Московской, на улице Азина, где располагаются такие, знаете, а-ля 90-е или даже 80-е парковки. На Блюхера есть огромный земельный участок. Тоже там такая полупустая парковка. Но Блюхера не центр города. Вот в центре города проблема-то основная. Ну, надо смотреть. Надо искать. Организовывать парковочные карманы по Октябрьскому проспекту. Вместо бульвара? Нет, не вместо бульвара, вместо обочины. Угу. Вот. То есть я здесь нахожусь, знаете, я сторонник баланса между интересами пешеходов и интересами автомобилистов. Да, люди паркуются на Октябрьском проспекте под знаками и надо их машины эвакуировать. В этом плане там я поддерживаю намерения властей городских этой эвакуацией заниматься. Но создайте места, куда можно машину запарковать. Ну, вот, а иначе вы ограничиваете мои права. У нас не Москва, в конце концов. У нас город нерадиального устройства, у нас город подквартального устройства, где нету проблем с занятостью центра. Вот, на мой взгляд, немножко не с того начали. Хотелось бы большей системности и своевременного озвучивания тех планов обсуждения их с населением. Возможно, и я не прав, возможно, и на мои аргументы есть контраргументы. Но для того, чтобы диалог состоялся, он должен быть. Должен быть формат обсуждения. В общем, нужна площадка для того, чтобы все эти вопросы снять. Пока можно вот у нас высказываться в программе особое мнение. Роман Титов, вице-спикер Зак Собрания. Мы продолжаем. У нас, к сожалению, 4 минуты всего остается. Хотела бы еще вашего мнения спросить о предстоящей в Кировской области муниципальной реформе. Я напомню слушателям нашим, на прошлой неделе, по-моему, была озвучена информация о том, что ликвидируются муниципалитеты низшего уровня. Я так понимаю, что это сельские поселения, и создаются вместо них городские поселения. Значит, вот коротко. Во-первых, принудительно ничто нигде ликвидироваться не будет. Это инициатива самих районов. Решения о организации преобразования будут принимать думы поселенческие, которые потом будут расформированы. Думы районные, да, фактически. Да, это пчелы против меда, к сожалению. Я лично вижу, что главный оплот сопротивления это те вот низовые чиновники, которые сегодня говорят, мы не можем работать, потому что у нас на уровне поселения нет денег. Но когда встает завтра вопрос о том, что поселения могут быть ликвидированы. И, соответственно, администрация этого поселения тоже будет ликвидирована. То чиновники говорят, не, не, подождите, мы так не договорились, дайте нам денег. То есть я проговорю на примере Орловского района, наверное, потому что ситуацию там знаю лучше других, неформально шествую на территории. Они уже сделали шаг вперед. У них фактически два поселения Орловское городское и сельское, которое на всей остальной части района. Соответственно, две администрации. Две администрации, две думы, плюс районная дума и районная администрация. В большинстве районов, где этого укропнения не произошло, там еще в каждом поселении 12, 13, 15 поселений, в каждом еще своя дума, своя администрация. Возможности со стороны района закинуть деньги на низовый уровень практически нет. Ну, они ограничены. А аппарат достаточно большой. И работа этого аппарата оплачивается из бюджета района? Да. Там скидываются деньги в поселение. То есть эти деньги мы экономим? Есть, ну, там не сильно великая экономия, и не в этом, наверное, смысл преобразований. А в чем? Мы с коллегами, точнее, мои коллеги из ЗАГС Собрания ездили недавно в Губаху, это Пермский край, где как раз эту реорганизацию провели. Значит, что получается? Одна территория, одно поселение, причем городское поселение. Это не значит, что прям вдруг у нас Орловский район стал городом, а Орловский район ликвидирован. Нет. Это территория городского поселения, Орловский район, может так называться. Там одна администрация, одна дума, один бюджет и возможность оперативно не корректировать там нормативку по поселениям, решать проблемы поселения, перекидать деньги туда, куда нужнее. Это возможность получать для Орловского района в новом формате деньги по федеральным программам, которые касаются городской поддержки. То есть это комфортная городская среда, безопасные, качественные дороги. Потому что кто был в Орлове, знает, что дороги там небезопасные и некачественные. Мы тем самым позволяем эти деньги получить. И да, конечно, там оптимизация системы управления. Не то, что это будет сильно дешевле, там все же зарплаты невелики, но это будет сильно эффективней. Я вижу плюсы, но наверняка должны быть и минусы. Вот первый вопрос. Льготы для сельских жителей сохраняются? Льготы для сельских жителей, проживающих на сельской территории городского поселения, сохраняются в полном объеме. Куда пойдут увольненные сотрудники администрации работать? Немалая часть из этих работников будет работать в новой управленческой структуре. Почему я говорю, что она не рассосется полностью? То есть если поселение уходит с территории, значит там все равно ответственные люди. Какие-то люди на местах остаются. В форме сотрудников отдела по работе с территориями. Да, с жителями. Есть проблемы, связанные с организацией работы нотариата, потому что у нас иногда нотариальные функции главы поселения исполняют. Но это вопрос обсуждаемый и решаемый. Но еще раз, решения принимаются только последовательно, с низового уровня, и никакой тут насильственной реформы нет. Ну а когда коллеги коммунисты из Орловского района вдруг говорят, что у нас там преобразование приведет к ликвидации а Орловского района, б к высокому уровню урбанизации, ну у нас не будет урбанизации никакой там великой, у нас небоскребов и Москва-Сити строить в Орлове не будут. Но возможность более эффективно работать, она появится. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания. Время наше, к сожалению, истекает. Я благодарю спикера за его особое мнение и прощаемся со слушателями. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM